Сферы для сотрудничества большинство присутствующих здесь уже выбрали. Иностранные инвесторы из 24 стран мира, местный бизнес и госорганы накануне обсудили затраты на открытие производственных линий и сроки окупаемости новых проектов. Уже можно говорить о первых результатах конструктивного диалога. Уже имеется 42 готовых подписания меморандума на сумму 2 миллиарда долларов США. Это прямое подтверждение заинтересованности инвесторов в нашем регионе. Иностранные инвестиции будут вкладывать в агропромышленность, экотуризм и строительство. Так иранские инвесторы намерены развивать сельское хозяйство. Планируем строить теплицу, чимченки. И еще у нас будет параллельно животное производство тоже строить. Меморандум будем писать. Сколько инвестиций будете вкладывать? Инвестиций будет 147 миллион долларов. А вот предприниматели из Англии пока выбрали роль наблюдателей. Представители компании Global Project Capital интересуют сферы образования и инфраструктура. Мы уже обсудили условия сотрудничества с руководством города и области. Финансы будем вкладывать в строительство объектов образования, в транспорт. Также в будущем начнем сотрудничество в агропромышленном секторе. Представители нашей компании приедут в Казахстан спустя несколько недель. Рассказали на бизнес-форуме и о направлениях, где отечественный бизнес может подвинуть импортные товары. Открывать новые производства эксперты советуют в мясном секторе. По словам экс-премьер-министра, а ныне предпринимателя Сергея Терещенко, в плюсе будут бизнесмены, которые займутся рыбной промышленностью и переработкой мяса птицы. Рынок Китая открывается. В этом году Китай хочет 80 тысяч тонн мяса, хочет 200 тысяч тонн растительного масла, хочет большое количество кондитерской продукции и много чего другого. В этом году открывается рынок Ирана, российский рынок для нас. Южно-Казахстанская область может выйти на производство 100 тысяч тонн индейки. То, чего сегодня нам не хватает. 300 тысяч тонн мяса, птицы мы замозим. Это неправильно. Наоборот, мы должны экспортировать, как я уже говорил, в эти страны и прежде всего себя. Хлопкоробы региона, в свою очередь, говорили о том, что могут предложить. Представители сельхозкооператива «Туран» занимаются переработкой белого золота уже 25 лет. Говорят, инвестфорум для них – возможность наладить связи. Мы почти на тысячах гектарах сеем хлопок. На 300 гектарах применяем капельное орошение. Мы сами перерабатываем собранный хлопок и превращаем в готовую продукцию. Недавно запустили завод по производству масла и молока. Сегодня рассказываем инвесторам о своих возможностях. Думаю, такой инвестфорум имеет важное значение для региона в целом. Вице-министр экономики Турции Митин Фатих дал положительную оценку развитию региона. По его словам, взят разумный курс для наращивания экономического потенциала. На этом официальная часть инвестфорума завершилась. Завтра власти организуют тур по историческим местам Шенкента, Туркестана и Аксу-Джабаглы. Таким образом, инвесторы смогут увидеть достопримечательности региона.